привет друзья мы начинаем с вами наш девятый тренировочный день и постепенно мы переходим с вами более традиционным сложным упражнениям но к ним нам нужна будет подготовка и так мы сейчас ложимся на спину берем себя за правую стопу изнутри и опускаем это правое колено вниз немножечко потянем сейчас внутреннюю поверхность бедра немного заднюю поверхность бедра и положив колено вниз сохраняя вот эту ногу вторую согнутый на полу мы повращаемся чуть-чуть тазом вспоминайте мы так с вами уже делать когда мы прогибали спину лежа на спине оставляя ногу в том же положении наша задача сейчас раскрыть хорошо тазобедренный сустав и как будто наклонить таз немножко вперед мы делаем с выдохом еще три таких 2 и 1 оставляем правую ногу в этом же месте выпрямляем левую ногу и стараемся ее полностью положить вниз и потянуться за ней прям хорошо вперед оставляя раскрытый правый тазобедренный раскрытым правый тазобедренный сустав и отсюда можно немножко его подвигать поближе к себе можно двумя руками его притянуть оставив бедро и колено лежать и в сторону от себя прям покрутить голень к себе от себя и еще к себе от себя мы все то же самое сделаем с другой ногой мы берем левую ногу правая стоит согнутая на полу опускаем это левое колено вниз стараемся удерживать голень вертикально полежали здесь чуть-чуть и отсюда покрутимся попробуем прогибаться в спине как будто на копчик перекатываться и обратно на спину ложится снова перекатываемся как будто на копчик хорошо раскрывает тазобедренный сустав левый вытягивая всю внутреннюю поверхность бедра вытягивая заднюю поверхность бедра и переходим на копчик остаемся в этом положении где под поясницей пространство есть и выпрямляем правую ногу сохраняя натяжение в левой ноге и теперь потянем ногу чуть-чуть влево вправо от себя к себе как будто винчиваем бедро внутрь тазобедренного сустава мы таким образом с вами улучшаем мобильность бедра а теперь самое интересное берем две стопы и мы стараемся то же самое сохранив сейчас спину прогнутой прям положить как будто копчик крестец точнее вниз под поясницы оставить пространство руками схватили себя за две ноги и опустить колени в такую бабочку в лягушку насколько это возможно пока стопы близко к ягодицам и потом сохраняя положение спины не вжимая поясницу вниз мы пытаемся раскрыть стопы пошире прям тянем руками колени вниз при этом поясницу стараемся максимально прогибать это здесь не просто удается сделать но мы стараемся эта позиция ваша там где вы максимально смогли раскрыть ноги то насколько вы смогли максимально раскрыть ноги это показывает то насколько вы реально сможете потом сделать присед глубокий сохранив спину и аккуратненько встаем собираем ноги и переходим непосредственно теперь к приседу мы размяли бы увидели свою возможную глубину приседа и теперь мы поставим ноги сейчас широко но стопы практически параллельно слишком широко их не разворачиваем чуть-чуть носочки наружу смотрят я вот так повернусь вы увидите что ноги стоят шире плеч и чуть-чуть стопы наружу где-то градусов наверное на 25-30 корпус держим максимально ровные мы начинаем приседать вниз колени разводим стороны тазом тянемся как будто назад на стульчик садимся садимся вниз настолько насколько можем низко и на выдохе пятками давим в пол плавно поднимаемся таких у нас 12 раз поехали вниз садимся голову держим ровно под себя не смотрим потянулись тазом вниз и выдохом вернулись еще здесь работают полностью все бедра вокруг в круговую бедро ягодицы вниз хорошо полностью опускаемся седалищными костями тянемся строго вниз и возвращаемся наверх умение делать правильный красивый присед особенно девушкам очень полезно для здоровья их внутри и тазового дна и здоровья органов вниз когда опускаемся хорошо раскрыли бедра выдохом поднимаясь вверх почувствуйте что вы немножко подтягиваете даже не из живота в себя вдохом вы как будто даете возможность животу расслабиться вывалиться вниз и на выдохе надавливая пятками в пол ощущение должно быть что у вас органы вверх чуть-чуть поднимаются продолжаем попой назад как будто на стул и выдохом пятками давим вверх возвращаемся еще вниз 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 и можно представить что вы спиной по стене хотите проползти сзади как будто чуть-чуть прижимаетесь и продолжаем вниз на вдохе выдохом вверх вы чувствуете да что в приседах здесь не только ягодицы включаются и не столько ягодицы сколько бедра это к вопросу о том какими упражнениями можно накачать ягодицы приседания не лучше упражнение для прокачки ягодиц но одно из лучших упражнений для проработки тазобедренных суставов на отведение вращения и мы возможность контролировать суставы еще последних два раза вдох присели выдох встаем старайтесь таз не подкручивать под себя вперед все время тянутся им чуть чуть назад вниз и вверх стали отлично мы берем сейчас с вами стук ставим его вот таким вот образом спинкой к себе нам нужно будет только чуть придерживаться за него на правую ногу встаете на ту которая ближе к стулу и мы отсюда начинаем с вами вниз опускаться прям левым коленом тянуться к полу растягивая правую ягодицу сбоку и выдох поднимать левое колено вверх вдох помните мы делали уже такое упражнение когда правый бок у нас складывается левый вытягивается а потом наоборот мы пытаемся левый бок сократить и правый вытянуть и продолжаем вниз присели стопа правая ровно остается и мы как будто вращаем таз вокруг бедра вдох и выдох и еще вдох и выдох продолжаем продолжаем выталкивать себя наверх и теперь то же самое будем делать но опускаясь вниз мы как будто левую ногу коленки соединяем поворачиваем в нижней точке бедро наружу и поднимаемся делаем вращение тазом по кругу 2 каждый раз приседая уходим как будто бедром чуть в сторону бока складываются двигаются и мы стараемся таз вращать вокруг правой вокруг правого бедра включая все мышцы окружающей правой тазобедренный сустав в том числе ягодицы еще один интересный факт 3 делаем 21 сейчас расскажу и последний один теперь мы тянемся про левой ногой в диагональ левой сюда вниз и поднимаемся левая нога тянется в диагональ левая рука к полу и выдох поднимаемся у нас есть три ягодичных мышцы с каждой стороны мало ягодичная средняя ягодичная и большая ягодичная и того у нас 6 ягодиц вот мы с вами в наших тренировках задействуем все шесть ягодиц я думаю вы их уже успели все прочувствовать познакомиться с ним еще таз выдох попу уводим по диагонали назад возвращаемся левая рука тянется вниз возвращаемся бог правый остается длинным и последний раз хорошо левое колено к себе и держимся 10 секунд 10 9 стараемся практически не держаться руками 8 7 6 5 4 3 2 отпустили перевернули стул на другую сторону и все то же самое начинаем с вами просто с приведения отведения бедра как будто проваливаемся вниз на левую ягодицу растягиваем левый ее слева и вверх выталкиваемся с такой оставаясь стоять полностью на своей ноге не хватайтесь за стул сильно и поднимаемся снова вниз ушли и вверх вернулись вытолкнули себя вдох и выдохом вверх вдох увели таз и выдохом вверх правое бедро повыше их снова снова продолжаем 6 еще 4 обязательно в нижней точке почувствовать как вы растягиваете левую ягодицу пяткой давите в пол большой палец на левой на опорной ноге не отрывается от пола он всегда стоит и мы будем теперь двигаться немножко с по кругу вы опускаясь вниз колени вместе соединяете так как скромная девочка потом бедро разворачиваю по кругу правая и рисуем им этим правым бедром большой круг снова присели выдох вытолкнули колено наверх 3 добавляем кругового этого вращения 4 еще 5 и 6 и 7 8 9 10 и теперь у нас правая нога тянется по диагонали правая рука вниз вернуться позвоночник спина ровная вдох и выдох правое колено в потолок обязательно следим за тем чтобы стопа ваша левая не смещалась никуда у нее может вот здесь уплощаться свод но когда вы поднимаетесь то свод стопы чуть-чуть тоже приподнимается вместе с вами дух и выдох 6 обязательно с полным ощущением что ягодица в шоке находится как и вы она прям не может не включиться не может не подняться и еще пять правое колено повыше левый бук длинный 4 уходим 3 и снова 2 и последний один держим 10 9 колено выше 8 7 руки отпускаем 6 5 4 3 2 1 супер стул сейчас ставим таким образом чтобы сидушку мы могли упираться сейчас ногами на сидушку вы встаете левую ногу вставите на край стула так чтобы вы его как будто чуть-чуть двигали назад либо лучше всего упереться вообще в диван в кровать что более надежно и вы остаетесь сейчас правая стопа стоит ровно левая нога сзади нас полное выравнивание правой ноги по оси таз коленами стопа и отсюда мы будем сейчас сохраняя ровную прямую спину хвостом правой ягодиц вы тянутся назад приседать левая рука к полу выдох поднимаемся делаем с вами 15 таких повторений выдох левую ногу сейчас сильно не загружаем она у нас расслаблено мы просто с нее сняли максимально нагрузку убрали ее сторону чтобы не мешало нам приседать приседая прямая прямая спина важно корпусом наклоняться вперед не двигайтесь коленом вниз наоборот корпус вперед и поднимаемся весь ваш подъем он происходит через пятку представьте что вы настолько хотите вытолкнуться вверх как будто аж залезть назад на стул туда вниз и вверх вытолкнуться как будто прижаться спиной к стене сзади и 10 потянулись рукой вниз 1 спина ровная правое плечо не опускается вниз 2 и еще 3 двигаемся 4 с улыбочкой и 5 поменяли ноги левая нога сейчас впереди правая сзади касается стула то же самое встаем удобно ноги не ставьте на одну линию у вас у каждой ноги должна быть своя траектория движения ноги приблизительно на ширине тазобедренных суставов то есть два кулачка и так мы начинаем тянуться левой ягодицей назад приседая как будто правой рукой чуть вниз корпус ровно спина прямая и выдохом наверх как будто к стене пытаетесь спиной прижаться вдох и выдох тянемся вниз либо за ладонью либо за локтем и продолжаем снова следим за тем чтобы у вас таз тянулся строго назад сторону стула но не смещался в сторону от стула это важно потому что нам нужно создать как будто закручивание бедренной кости в на таза на бедренную кость накручиваем мы его и вниз 9 и еще стопой через левую пятку выталкиваемся 5 и 4 еще 3 ух 2 и 1 хорошо и мы сделаем все точно такое же упражнение также со стулом но смотрите опорная нога которая у нас стоит правая мы ее повернем чуть-чуть по диагонали внутрь то есть вас сейчас нога стояла ровно и вы приседали а теперь нам нужно будет ее повернуть внутрь буквально на 5-10 градусов совсем немножко чуть-чуть вот так это будет уже много вам нужно чуть-чуть совсем сместить нагрузку для того чтобы мы больше закрутили бедро и у нас больше включилась ягодицы еще больше чем предыдущим так поехали правая нога немножечко встала под углом внутрь и закрутилась но вы при этом остались точно также стоять ровно и делаем все то же самое мы тянемся тазом назад левым локтем тянемся вниз правое плечо чуть-чуть наверх и выдохом поднимаемся еще вниз и наверх расстояние от опорной ноги до стула должны быть таким чтобы вам было удобно садиться если вы станете слишком близко к стулу то вам будет просто некуда сесть неудобно поднимаясь вверх здесь давим основание большого пальца то есть косточкой вот этой большого пальца и самой пяткой как будто через две точки у вас проходит зона опоры вы через эти две точки выталкиваете себя таз при этом смотрит четко вперед и 9 вниз и вверх 10 еще пять и четыре выдох 3 спиной как будто прижимаемся назад два и один отлично думаю вы прочувствовали небольшую разницу из-за постановки ног так то же самое делаем с левой ногой левая стопа у нас чуть-чуть повернулась внутрь совсем немного и мы тоже самое тазом тянемся по-прежнему просто назад и выдохом возвращаемся правый локоть тянется вниз левая половинка бока талии наши длинная не складывается вниз и выталкиваемся находим на стопе две точки косточку большого пальца основание пальцем пальца и центр пятки и через эти две точки как будто продавливаем коврик вниз вы прям как будто не знают что у вас люк под вами и вам нужно его закрыть ногой 9 до с фантазией меня иногда очень странные приходят мысли и выдохом 10 и еще делаем 5 то же самое две точки на стопе не теряем 4 таз назад три и еще два и последний один уберем стул на место он нам пока не понадобится сегодня больше остаемся сейчас стоять в центре нашего циферблата и мы с вами будем двигаться сейчас снова по кругу но правая рука у нас будет за головой всегда правая рука за головой мы будем двигаться на сколько на 12 левой рукой к стопе правый локоть вверх поворачиваем возвращаемся на два часа шагаем на газ немножко меняет угол поворота она встает не ровно а под углом внутри закручиваясь правый локоть вверх левая к стопе вернуться далеко шагаем ноги параллельно друг другу на троечку шагнули левая нога прямая правая согнулась правый локоть вверх папой назад вернулись дальше шагнули на пять часов тоже левая прямая правый локоть вверх левая рука вниз вернулись и на шесть часов шагнули обе ноги сгибаются правый локоть вверх поехали еще пять кругов 12 2 нога под углом 3 ноги параллельно 5 нога по стопа правая под углом 6 2 ноги согнулись 12 2 3 правый локоть вверх всегда 5 6 продолжаем 12 2 спина ровная 3 5 6 12 2 3 5 6 последний раз 12 2 3 5 6 поменяли сторону стоим также в центре циферблаты теперь правой ногой левая нога шагает вперед левая рука за голову правой руку будем тянуться вниз начинаем на 12 шагнули правая рука вниз правая нога задняя согнулась вернулись на 10 часов стопа повернулась левая правая максимально прямая остается вернулись на три часа стопы параллельно левый локоть вверх правая рука вниз спина везде максимально ровная на 7 часов с прямой правой и на 6 часов приседая на двух ногах пять раз и пять кругов двенадцать десять девять семь шесть двенадцать левый локоть всегда наверх десять стопа здесь параллельно 976 и еще двенадцать десять девять семь шесть продолжаем еще два круга раз десять девять спина не забываем копчиком тянуться назад вверх последний двенадцать десять девять левый локоть вверх 7 и на двух ногах присели 6 право молодцы ну а теперь мы с вами вспомним школьную программу сделаем ласточку для многих это кажется о да элементарно что там я предлагаю даже давайте взять возьмем стул чтобы он просто был рядом для подстраховки вы стоите рядом с стульчиком просто придерживаете за него можно даже не держаться он так для надежности и начинаем делать ласточку ровную прямую можно чуть-чуть согнуть колено рукой придерживаемся вытягиваемся ровно в ласточку стоим старайтесь посмотреть своими подвздошными костями двумя вот этими кост . вот это положение не при неровная если вы так стали во сто процентов шатает вы падаете поверните себя ровно и держимся здесь статично держимся левая нога которая параллельно полу прямая можно взяться если вы на правой ноге стоять правой рукой за стул и подтянуться сейчас левой рукой к полу чуть больше и вернуться еще вниз к полу чуть больше потянуться можно опустить слегка левую ногу даже и вернуться еще три раза таких же присесть встать присесть хорошо стать и последний вниз вверх остаться остаться стоять вытянуть руки в стороны 5 4 3 2 вот она какая ласточка коварная женщина остаемся на левой ноге повторяем все то же самое сначала просто встаем в ласточку оставили левую стопу ровненько по прямой все суставы на одной оси наклонили таз руки развели вытянули правую ногу стараемся не сгибаться в спине смотреть как будто грудной клеткой прям вперед выпрямиться постояли 10 секунд держимся держимся стопа голень ягодицы все работает левой рукой взялись если на левой ноге стоим и правой рукой тянемся с выдохом вниз к полу выпрямляемся обратно раз снова с выдохом вниз к полу выпрямляемся обратно два всего пять раз выдох три еще четыре и последний пять и держим 5 4 стоим ровно 3 2 1 вот такая у нас с вами сегодня была интересная тренировка немножко предлагаю потянуть не годится из положения вот такого сидя на полу вы садитесь правую ногу перед собой сгибаете садитесь как будто на ягодицу две руки и ставить впереди и отсюда задача как будто сесть полностью положить левое бедро на пол выпрямить спину и почувствовать как у вас растягивается правая ягодица в передние и вернуться обратно прям туда сесть закрутиться хорошо корпус спираль закрутить и вернуться еще выдох закрутить и потянуться как будто вниз на левый локоть опуститься и правой рукой себе накрыть сверху вытянуться за этой рукой поменяем ноги садимся левая нога перед собой согнута такой полу шпагат получается нога прям поближе к себе согнута вам должно быть удобно здесь сидеть и отсюда мы будем закручиваться перекатываться как будто на правое бедро может левая ягодица чуть отрываться и обратно вы стараетесь как будто тасс надеть на левое бедро и раскрутить и еще тасс накрутили на левое бедро раскрутились остались здесь опускаемся на правый локоть и левой рукой себя тянем туда в диагональ дугу в такую русалочку и возвращаемся на этом наша с вами сегодняшняя тренировка подошла к концу жду вас дальше на курсе